О том, как продвигаются законодательные инициативы окружного парламента в Совете Федерации, говорили сегодня народные избранники и сенатор Евгений Алексеев. Член Совета Федерации от Собрания депутатов Ненецкого округа отчитался о работе за прошедшие 9 месяцев. Эта встреча, по словам спикера, стала началом хорошей традиции. Такие встречи с окружными депутатами, отметил Евгений Алексеев, уникальная возможность озвучить наболевшие и острые вопросы. Ну, острые темы, безусловно, не поднимались. Вот я должен сказать о том, что наше собрание депутатов, оно за прошедший год инициировало три инициативы. И я могу только судить как бы по обсуждению происходящего, связанного с инициативами в нашем комитете. По крайней мере, это точно больше, чем инициатива Архангельской области. Это как бы вот говорит о определенной эффективности работы депутатов. И я должен сказать о том, что все инициативы в нашем комитете, они были поддержаны. Но вот на уровне правительства и администрации президента эти инициативы поддержки не нашли. Одна из них касается поправок в бюджетный кодекс России. Напомню, теперь из регионального бюджета запрещено компенсировать завоз топлива в труднодоступные регионы. А это привело к тому, что литр бензина жители населенных пунктов вынуждены покупать сейчас почти за 80 рублей. Позиция правительства, она слаба с точки зрения аргументации. Почему они отказали? Они отказали, потому что якобы не налажен эффективный учет за транспортные составляющие. То есть нет эффективного контроля, сколько стоит, какую цену предъявит перевозчик. Я-то считаю, что здесь можно вполне над всем поработать и, по крайней мере, позицию правительства опрокинуть. И, на мой взгляд, совершенно на вскидку можно предложить или какую-то фиксированную часть компенсации, или процент, или еще что-то. Продвижение инициатив на федеральном уровне будет способствовать и свой депутат в Госдуме. Сейчас интересы нашего региона и Архангельской области представляет один депутат.